Всем привет! Мы сегодня в прямом эфире с подарим Ила. А зовут, если по имени, то Катерина, Катюша. И сегодня мы будем делать классные заливки из наших новых форм. А точнее, сегодня мы берем форму винный набор и вторую форму пивной набор. Работаем сегодня с кучей баночек и с кучей всяких красителей. Еще мы долго с Катей подбирали запахи, потому что подобрать запах под такие щепетильные формы, как пиво, вино и тем более рыба, достаточно сложно, потому что когда рыба пахнет рыба, это, наверное, у нас нужно. Что мы сегодня лепим? Сегодня будем тестировать новые формы. Винный набор, пивной набор. Форма, мне кажется, на мой взгляд, идеальная. Просто в одной форме сразу целый готовый набор. Просто заливай и складывай в коробочку. Будем пробовать. Расскажу вам несколько способов, которыми я пользуюсь. Лайфхаками. Мне кажется, многие маловары о них знают, просто немногие используют. У нас не зря тут две формы, потому что будем пробовать разные варианты заливки, как из сыра, так и вина. Разные способы. Для первого варианта нам потребуется обычный скотч. Можно малярный использовать, как бы непринципиально. Кому, какой не жалко. Да. У кого какой есть еще можно так сказать. Что мы делаем? Отрываем кусок скотча. Пролетарским способом. По привычке, да. Отрываем кусок скотча. Нам нужно что сделать? Нам нужно сделать крышечку, грубо говоря. Залить крышечку специально. Так как у нас форма горизонтальная, так у нас залить ее не получится. Мы берем скотч и заклеиваем то место, которое нам нужно залить скотчем, чтобы не было протечек. То есть делаем 3D форму? Да, грубо говоря, да. А крышка у нас будет пластиковая или пробочная? Да, мне кажется, тут не принципиально уже. Мне кажется, хорошее вина. Влияет с пробочной, да. Поэтому нам нужно еще будет сделать такой пробочный цвет. То есть залили. И вот что я забыла, нам бы хорошо бы какой-нибудь лоточек для еды и крупу. И вот так бы поставили мы и она бы держалась, зафиксировалась. Будем пробовать, опять же таки, красители ProColor. Да, у нас сегодня в работе ProColor и перламутр. Вот они, да. ProColor. Чтобы получить нам коричневый цвет, мы будем использовать красный и зеленый. Сейчас мы будем пробовать его получать. Форму нам нужно будет на что-то поставить. То есть горизонтальная именно. Я для себя придумала такую мысль. Ставить на одинаковые баночки. Это может быть, опять-таки, от ProColor. Только они должны быть одинаковые. Их должно быть несколько штук. Чтобы они вот так вот ровно стояли, горизонтально. Пробуем теперь сделать коричневый цвет. Да. Неожиданно, я бы даже сказала. Мне кажется, просто из-за того, что он именно изумруд, а не зеленый, он получился не тот оттенок, который бы мы хотели. Предлагаю добавить диоксид титана. Да, я думаю, что он здесь вообще не помешает. Здесь диоксид титана. Давайте, знаете что, не будем пока добавлять. Используем этот цвет сначала для плесени. А, для плесени, кстати, он вообще идеальный. Он будет очень хороший цвет. Потому что вино там, где у нас будет дорогое, там нужна запрещеночка, там нужен хороший сыр. Да, и для этого я буду использовать кисточку, у меня это пони номер два. Что мы делаем, мы макаем просто в горячую основу и капающими движениями, да. Я стараюсь попасть обычно вот на дырочки. Потому что, если даже до блю, вот этот смотреть, в основном плесень, дырочек. Я начинаю капать диоксид титана, разведенный. Я понимаю, что это сухой порошок с водой. Да, разведенный с глицерином. Я развожу обычно с глицерином. То есть тот, который у вас есть в продаже диоксид титана, он просто я развела зону с глицерином. Мне кажется, кстати, пробка будет круто, если использовать основу для свирлов в пробке. Потому что она может дать вот такое... Завихрение? Да, завихрение. Можно я попробую сделать их с помощью диоксиды титана? Пожалуйста. Не разбодяженные. Так, мы ставим куда-нибудь сейчас утужаться. Я предлагаю это сделать на подоконнике. На окно, да. Оно там и быстрее застынет. Давайте напомним, что смешивали. Какие ингредиенты были? Ингредиенты простые. Я взяла серебро, я взяла черный пигмент, вот такие пигменты. И смешала все на глаз. И добавила диоксид титаны. Пробка получилась, не сказать, что идеальная, но она получилась. Вот. И можно будет потом даже часть... И опять-таки, если мы вторую... Мы чем решили делать вино? С пробкой или с фольгой? С чем угодно. Ну, давайте сделаем с фиолетом, раз уж мы его намешали. Давайте. Я предлагаю немножко тоже замутнить. Ну, чтобы он был такой, менее, точнее, прозрачным. Потому что вот пока для этого способа нужно прозрачность ввести на нет. Как он цвет? Насыщеннее? Корчичная ложечка. Я не знаю, она у меня уже столько лет. Мне кажется, это самый удобный инструмент, чтобы добавлять перламутра. Именно вот сухие красители какие-то. Ну, так, на глаз обычно. Я обычно кладу одну ложечку на 80 грамм. Можно сверху срезанным спиртом, чтобы он к стенкам не прилипал. Можно я в коричневой бутылке. Хочу показать еще один способ окрашивания самого простого в коричневый цвет. Как цвет? Прям такой цвет цепони. Туда? Да. Чуть-чуть. Еще. Еще. Берем, например, кисточку. Кисточку. То есть вот, если вы смотрите с его стороны, у нас пробка получается, как будто она залита полностью. А на самом деле внутри она будет немножко другим цветом, то есть цветом бутылки. И вот этот способ хороший, чем, что таким способом можно контролировать вес мыла. Особенно для тех, кто занимается на продаже мыла, особенно в сезон, то есть там, когда цена указана за определенный вес мыла, то есть мы просто берем, ну, как у меня, указан вес мыла бутылки 80 грамм. Отмерить там, то есть сколько-то грамм пробка, сколько-то грамм потом еще здесь добавить, потом эту пробку надо как-то подрезать, чтобы она была. А здесь обычно берем 80 грамм, красим ее в цвет бутылки, заливаем, все, бутылка 80 грамм. Нет проблем. Да. То есть вот это именно для этого способ хороший. Но при этом все цветное. Да, и при этом все цветное. То есть как бы, с какой стороны ни покрути, пробка цветная получается. Пробка окрашена. Да, пробка, может сказать, окрашена. И даже, в принципе, опять-таки, чем хорошим, нужно ждать, что пока она там высох. У нас заехала за края. Ничего в этом страшного нет. Берем обычную салфетку. Ну, я просто делаю это ногтем. Ну, вот так вот раз-раз, раз-раз, и все. У нас все чистенько. Так, что мы делаем дальше? Можно залить просто бутылку сначала и сыр. То есть вот эта форма у нас лежит, и мы ее можем спокойно заливать в любые цвета. Ну, тогда если я... И штопор, опять-таки, мы можем тоже сразу залить. Угу. Давайте мы сначала мелкие детальки возьмем для штопора. Для штопора нам нужно сделать, на мой взгляд, серебряный цвет. Мне кажется, он больше коричневый. Давайте, ну, я попробую сначала свой цвет сделать. Если не получится, мы будем использовать тот. Хорошо. Потому что, опять-таки, как я вижу, штопор, он должен быть прям серебряный-серебряный. Нам понадобится совсем немного основы. Так, совсем немного. Посмотрим ее. И нам нужно еще рассказать про отдушки, которые мы сегодня подбирали. И по какому принципу. Сейчас уже нужно будет добавлять в отдушки. Ну, да. Отдушки мы выбрали по принципу, ну, как бы, чтобы они между собой еще хорошо сочетались. То есть для вина мы будем использовать что? Вино у нас будет пахнуть виноградом. То есть вино делают из винограда. Красный. И это, мне кажется, самый очевидный запах, который может быть, это виноград. А сыр у нас будет пахнуть рисом. Ну, не знаю, нам показалось, что это будет хорошо сочетаться, опять-таки, с сыром, ну, как бы, молоком. Ну, как-то такой сливочный достаточно запах. И вместе они будут, мне кажется, чувствовать себя очень хорошо. Я так думаю. Ну, стопор мы сделаем по аналогии с бутылкой виноградом. Чтобы сделать серебряный цвет, берем черный, белый. Пигменты пивомутра, микки. Как, я даже не знаю, как их правильно это назвать. И опять же-таки, ну, я на глаз обычно беру. Чтобы, ну, черный с белым нам нужно примерно пополам. То есть, в принципе, этот серебряный цвет можно получить несколькими вариантами, несколькими способами. И для этого нам нужно, как бы, два основных цвета, черный и белый. Ну, один из них должен быть перламутровый, чтобы натуральность серебра была. Не важно, какой. Ну, вот он совсем уже серебряный стал. То есть, белым убился вот этот теплый оттенок, и стал он совсем холодным. Мне привычно делать пипеткой. Что мы делаем? Мы, значит, сбрызгиваем спиртом, чтобы основа разошлась по мелким деталям лучше. И приливаем вот эти вот мелкие детали. Пипетку я всегда отмочу, после того, как залила, сразу помещаю в стакан с горячей водой, чтобы основа внутри не загустела, чтобы пипетку потом можно было использовать еще раз, и не один. Теперь мы будем заливать, наверное, что, сыр или вино? Сыр. Насколько я помню, в сыре получалось, по-моему, грамм 60-60 с чем-то. Вот чем мне нравится заливать сыр? Его можно, ну, вот если не получился немножко рыжий цвет, ну, можно посветить. Потому что сыры бывают у нас разные. Да. Цвета бывают совершенно разные. Получился белый, будет козьим. Как бы, нет проблем именно с заливкой сыра. Если, допустим, со штобром там еще нужно, как бы, цвет, со серебряным, как бы, подогнать, там, что-то там, туда-сюда, чтобы все это было четко. А вот с сыром, ну, не получился такой, ну, будет другой. Не получился ракфор, будет дурблю. Тоже вариант. Так, у нас ирис сливочный, да? Угу. Сыр. Да, ирис сливочный. Угу. Готово. И опять же, Даня, сыр с плесенью чем хороший? Я уже показывала в сторис, то есть одна из моих любимых форм, это бронежилет. Потому что, мне кажется, ее невозможно испортить. Ну, так же с танками еще происходит. Ну, вот бронежилет, это просто была бомба. То есть он сливался по такому же принципу, как и плесень, то есть такими же вот капельками, кисточками. Даже если мы нальем очень горячую основу вторым слоем, то есть, ну, вот сейчас вот мы сыр будем наливать, и плесень расплавится, ничего страшного. Мне кажется, получится только лучше. Более естественные будут разводы. Так, теперь нам нужно сделать цвет сыра. Я использую, ну, опять же-таки, я просто привыкла использовать прозрачную основу. Можно, в принципе, и белую. То есть, ну, допустим, сыр можно мешать и в белой основе. Я буду в дальнейшем потом замутнять диоксидом титана. Ну, просто я привыкла к прозрачной. А так, то есть берем, чтобы получить нам рыженький цвет сыра, оранжевый, что мы мешаем красный с желтым. Отдушку вы правильно добавляете, чтобы самый последний момент, потому что так она будет гораздо дольше держаться. Ну, опять же-таки, я не могу сказать, сколько я добавляю, я обычно нюхаю всегда. О, ничего страшного, да, это здесь уложить. И опять же-таки, тут, в принципе, по большому счету, можно вот сверху... Сверху не убирать, ну, у меня, видимо, не получится, не убирать пузырьки, потому что сыр у нас все-таки дырявый, поэтому пусть он будет дырявый со всех сторон. Ну, теперь мы сделаем... Льем бутылку. Льем бутылку. Насколько я помню, бутылка 100 грамм, по-моему, где-то. Насколько я помню. Да, 100 грамм, да, 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 да. Вот изумрудный цвет, кстати, очень... Эта же бутылка у нас будет зеленая, правильно? Это я коричневый делаю, а это, да, это зеленая. Вот изумрудный цвет подойдет, мне кажется, отличный для зеленой бутылки, для бутылки. Смотрите, абсолютно идеальный запах вина, красный виноград. Мускат или, мне кажется? Прям... Мускат. Прям... Так, я сейчас, да, не забыла про основу. Я занюхалась вином, понимаете, это вообще... Кажется, ее нужно уже, наверное... Угу, готово. Скотч можно снять сразу. Можно снять, можно оставить, кому как удобнее. Это мне не очень принципиально. Для окрашивания коричневой бутылки вина я взяла шоколадную осколку. Я схитрила, потому что мне не всегда хочется вымешивать идеальный коричневый. Поэтому... Что мы без крышечки? Да. Без крышечки она идеально шоколадного цвета, как шоколад Аленка примерно. И когда мне совсем не хочется мешать вот коричневый, вот, я пользуюсь вот такими упощрениями. Она мигрирует? Она не мигрирует. Вообще, мне кажется, отлично тогда. Нет, она не мигрирует, поэтому ее можно использовать не только в чистом виде, а еще и вот в таких вариациях. Нюхать спирт, конечно, это... Нет, сколько раз уже, сколько я это говорю себе, не нюхай сразу после того, как побрызгала. И каждый раз одно и то же, я все время нюхаю. Свет, мне кажется, отличный. Можно было бы, наверное, добавить капельку черного, ну, чтобы потемнее он был, хотя можно и не добавить. Можно добавить черненького. Возьмем, опять же, 4 баночки. Ага. Любые, главное, чтобы они были одинаково по высоте. И смотрите, что я предлагаю сделать. Я предлагаю... Вот у меня вот этот вариант, на самом деле, не всегда получается. Я предлагаю ножичком. Ну, можно зубочисткой, кому как удобнее сделать вот здесь вот, ну, пошкрябать. Кругу говоря, я, наоборот, стараюсь делать прорези поглубже. Потому что у меня очень часто бывает, что, когда я вынимаю мыло из формы, оно рассоединяется просто. Поэтому я стараюсь сделать прорези поглубже. Угу. Так, вставим. Так, вставим. Я добавила немножко черного. Мне кажется, получался еще более бутылочный цвет. Давайте зальем. Да, получился прям идеальный. Я люблю все прям брызгать спиртом и до, и после, и во время, и в процессе. Прям вот. Штопор я предлагаю залить прозрачным цветом. Чтобы было видно, что это штопор. Потому что, мне кажется, я пробовала несколькими цветами заливать. То есть, ну, основной цвет серебряный, а как бы основную массу я пробовала заливать разным цветом. И вот, мне кажется, на прозрачном лучше всего. Я предлагаю процарапать. Будет еще немножко. Ну, пригоди. Ну, да, немножко надо зацепить. Это ничего страшного. Так, я пойду побывайте в стакан. Предлагаю вот так вот пиццарапать. Можно заболчить. Но мне, опять же, просто мне удобнее назвал. Добавим виноград по аналогии с вином. Можно побрызгать, можно не побрызгать. Вот так, наверное, сцепляется. Заливаем. Хорошо. Чуть-чуть затихоньку, но это не страшно. По теплому времени. Вот как раз в штопоре спирт прям очень пригодится. Потому что, ну, все-таки он прозрачный. И нужно убрать пузыри по максимуму. Всякие плюночки. Так, это мы оставляем застывать. Нам нужно начинать уже лить пиво. Так, лить пиво. Пиво мы будем заливать по принципу... По второму, ну, как мы заливали вино, пробку для вина. Пену именно. Занят, еще четыре баночки. У нас их влага здесь хватает. И нам нужно сделать... В принципе, можно просто использовать белую основу. Можно взять прозрачную и забелить ее диоксидом титанковой. Не принципиально. Так как я привыкла работать с прозрачной, я буду ее забеливать диоксидом титана. Опять же-таки, слишком много основы брать не стоит. Потому что она застынет. Мы просто элементарно не успеем ничего с ней сделать. То есть, распределить ее. Я могу пока намешать маслом. Что я стою без дела, между прочим? Там 60 грамм, да? Совсем сношку потеряла. Вот опять же-таки, ну, еще раз повторю, чтобы не заморачиваться, просто нужно взять кусочек белой основы и не мучиться с диоксидом титана. Так, опять же-таки, берем кисточку, берем формочку, макаем, малюем. Чувствую себя художником. Очень удобной кисточкой тут можно прорисовать по краям. Потому что с пивом, как раз, вариант со скотчем не получится, потому что здесь неровный край. Можно, конечно, извернуться, там как-то выхитриться. Но если есть кисточка, то зачем? Да, проще сделать гораздо кисточкой. Опять же-таки, по весу можно будет его подогнать проще. Так, а для сыра у нас риска, да, идет? Да, риска, да. Опять же-таки, пузыри здесь не страшны, потому что... Ой, пена у нас все-таки пузыристая. Да. Они даже, наверное, желательно. Да. О, по-насычке. К холодному, просто, чтобы быстрее застыло. Палка-палка-палка. Любовь, напомните, что вы делаете. Я сейчас делаю Мазда. Я добавляю в подбеленную основу желтый пирог АЛОР. Добавила бы красненького, потому что недостаточно Маздамный-Маздамный. Красный надо аккуратнее. Прям засмотрелась на сыр. Сейчас я нюхаю отдушку тыквы, которую мы подобрали для пива. Вы знаете, это, по-моему, идеальная вообще штука, которую можно придумать для запаха пива. Потому что она... Ну, конечно, она не пивная, да? Но она очень свежая. И, ну, как вариант, можно, допустим, использовать что-нибудь как-нибудь фруктовое, там, что-нибудь... Ну, пиво же тоже бывает фруктовое. Да, лимонад можно. Как вариант. Так, сейчас нам нужно намешать цвет пива. Вот это, на самом деле... Ну, да, давайте начнем со светленького. Светленького. Для меня, на самом деле, это очень огромная проблема. Я не очень представляю себе, как должно выглядеть на хорошее пиво. То есть, я не люблю пиво. Янтарный, наверное, получается. Тыкву мы положили, да? Тыкву, да. Тыкву мы залили. Самое интересное, наверное, как сделать цвет. Рыбы? Похожий. Пиво? На рыбу. Рыбу. На самом деле, все элементарно. То есть, рыба у нас точно выйдет. То же самое, что... Можно я посмотрю? Можно. То же самое, что и со штопором. Ага. Но, чтобы раскрою вам секрет... Ну, опять же, это не секрет. На просторах интернета этого... Это вот это мы делали, да? Да. Штопор. Ой, не штопор, а рыба, мне кажется, там тоже, по-моему, она около ста, наверное, да? Да. Ну, мы можем это все перемешать. Да, да, да. Сейчас мы это все перемешиваем. Опять-таки, у меня здесь есть белая. Мы можем тут намешать. Абсолютно точно. Так. Что мы делаем? Мы делаем рыбку. Для этого нам нужен... У нас есть черный пигмент косметический и серебро. Ну, это перламутра. Они с перелем, то есть это перламутра. Берем пополам. Если у вас есть только какой-то один из этих, ничего страшного. Главное... Ну, опять же таки, нам нужно... Чтобы получить серый цвет рыбки, нам нужен черный и белый. Главное, чтобы один из этих цветов был перламутровый. То есть, ну... Чтобы вот этот перелив чешуек получился. Она будет рыбная чешуя у нас получается. Да, да, да. Но потом я еще покажу один маленький секрет. Ну, как секретик. Копечки, это не мой секретик. Как это... Просто я так делаю. Как... Допустим, придать... Если нет большого количества пигментов, чтобы вот именно в основе смешать, а прям очень хочется, можно потом просто сверху покрыть. Тем же... Мы, опять же таки, таким же способом сделаем... У нас все-таки, я думаю, что это, наверное, карас. И мы сделаем, ну, карасные плавники. Вот, не поверите, бутылки у нас уже застыли. Сыр и вот эта бутылка, они уже абсолютно готовы, потому что основа застывает быстро. Здесь сыр уже покрылся очень толстой пленкой. Можно поставить, наверное, на окошко, чтобы... Да, да. Для рыбы мы будем использовать отдушку зеленый чай. Потрясающий запах. Рыба будет пахнуть водорослями. Свежестью. Свежестью, да. Вот именно зеленой, как будто вот прям ее только поймали. Так что мы сегодня уже налепили две бутылки вина, уже штопор, два сыра, бокал пива и карася заливаем. Без карася жизни-то, да. Без карася жизни-то. Вот он, карась. Чуть-чуть, видимо, я промахнулась с количеством основок. Ничего страшного, больше не меньше. Ожидаем. То есть, опять-таки, вот таким же способом кисточки мы можем залить вот в этой форме, то есть вот эту часть, сделать ее беленькой, поставить, опять-таки, в плесень и залить уже основной цвет желтый сыра. И получится, опять-таки, еще один вид сыра, разновидный сыр. Мы сейчас прощаемся с вами, говорим спасибо Екатерине, что она до нас добралась. Спасибо вам, что пригласили. Поэтому всем пока-пока. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам было интересно. Пока. Всем пока.